да вадим пожалуйста это наивысший из духовных даров в двенадцать тридцать один ревнуть и дарят больших я покажу путь еще превосходнейший и дальше в контексте начинается в 13 13 главе так вот в двенадцатом главе он говорил о дарах в 13 главе он будет показывать путь еще превосходнейший а в интерпретации утверждается что любовь это высший из духовных даров что вы написали я написал что это истина обеда хорошо обозвольте пожалуйста словно конечно любовь это выше из духовных даров любовь это то что нам дает бог если обратиться греческому языку там же греческом языке есть три значения любовь три слова обозначающих любовь и слов обозначающих любовь до видео эрос и агапы еще исторги которые не употребляются новым завете но она не столь важно и как будто у якова сказано посланьякова значит всякое даяние благое не сходит свыше от отца светов любовь конечно же это выше из духовных даров любовь дает бог сам человек по себе не может иметь любовь вот если он ее имеет то она не такая не божественная то есть человеческая с каким-то небольшим отклонением в любом случае спасибо большое а так вы написали что это истина кто еще написал что это утверждение истина поднямите пожалуйста руки вы и есть ли люди которые написали что это утверждение ложно поднимете пур 몰�ации руки или кто-то актив все остальные так а все остальные колеблется сидят на заборе друзья На заборе сидеть сложно, даже больно бывает, поэтому нужно выбирать. Смотрите, какая здесь получается вещь. В 12 главе первого послания Коринфянам, а также и в других местах священного писания, например, в послании к римлянам, в послании к Ефесиным, мы находим списки перечислений духовных даров. Понятно, что эти списки не закрытые, что к этим спискам можно добавлять. Кроме того, в первом послании Коринфянам, 14 глава, мы узнаем, что духовные дары даны не всем одинаковые. То есть не все призваны тому, чтобы пророчествовать, не все пророки, не все благовестники. Есть духовные дары, которые даны для назидания, наставления, научения церкви, для возрастания церкви. По этой логике получается, что и любовь, как духовный дар, дана не всем. Ну вот не дано мне любить, нет у меня духовного дара, и я использую сейчас духовный дар как терминологическое, как термин в терминологическом его смысле. Вот нет у меня духовного дара любить, и держитесь от меня все подальше, ибо будет плохо. Обратите внимание также, что апостол Павел говорит в этом стихе, на котором я вам здесь показываю, ревнуйте о дарах духовных, а я покажу вам дар? Нет. Я покажу вам путь превосходнейший. И 13 глава начинается, если я говорю языками человеческими, ангельскими, любви не имею, если я имею такой-то дар, но при этом не имею любви, если я могу, то есть имею дар веры, но при этом любви не имею, то... Значит, все духовные дары, которыми так кичатся коринфяне, оказываются ничтожными, оказываются ничего не значащими, без любви. Итак, любовь ни разу не употребляется, не перечисляется в списке даров, а вместо этого перечисляется в списке плодов Святого Духа. То есть плод же Духа есть, да, в послании Галатам 5 глава. И там упоминается любовь. Нет оснований утверждать, что любовь дана только некоторым. Наоборот, к любви были призваны все христиане. Потому знает мир, что вы ученики мои, что вы имеете любовь между собой. И в том фрагменте, который мы разбираем, употребляются два слова. Дары духовные, с одной стороны, выражение дары духовные, духовные дары, а с другой стороны, путь. Получается, что коринфяне кичились своими духовными дарами. Вот я имею такой-то дар, я имею такой-то дар. И потом вот эта проблема кичливости коринфян, их приверженности вот этих духовных дарах, дарам, она будет серьезно очень поставлена в послании. Но при этом в самом начале послания говорится о разделении в коринфской церкви, о группировках в коринфской церкви, одни говорят, что они ученики Павла, другие, что они ученики Кифы, третьи, что они ученики Аполлоса, четвертые говорят, что они ученики Христа, но при этом противопоставляют себя всем остальным. Мы круче всех остальных, потому что мы ученики не Павла, не Аполлоса, а Христа. Вот об этом говорит апостол Павел. Значит, да, вы ревнуете о дарах духовных, это хорошо, но я покажу вам путь, которым эти, покажу вам путь превосходнейший, покажу вам нечто то, в чем все эти дары должны проявляться. Потому что дары духовные даны каждому свои, мы все составляем между собой тело Христово, но все эти дары осуществляются, реализуются в любви. Значит, назвать любовь даром, и в богословском смысле, и в практическом смысле, я имею в виду даром духовным, будет терминологически неправильно, терминологически не точно. Когда Вадим говорил об этом, он сказал, любовь дар Божий. Да, несомненно, любовь дар Божий. Но незаметно мы провели подмену понятий. В вопросе речь шла о любви как духовном, одном из духовных даров. Вот эта ошибка, когда мы начинаем говорить об одном, переходим на другое, вроде получается правильно, но по ходу меняется понятие, подменяется понятие, это достаточно распространенная логическая ошибка, как в той старой-старой иллюстрации, когда семейный конфликт начинается. Я иллюстрацию это как-то уже приводил, а когда жена спрашивает мужа, ну как тебе суп понравился, каша понравилась, не важно, он говорит, ты знаешь, немножко пересолила. Так ничего, немножко пересолила. Жена такая, ах, я кашу пересолила, да? Ах, я все пересоливаю, да? Ах, значит, я вообще готовить не умею, да? Значит, я ничего не умею, да? Зачем же ты меня замуж, зачем же ты меня в жены-то взял? Мама, он меня дурой назвал. Значит, она завелась и несколько раз подменила понятие, а он сказал ей только что, в данном конкретном случае у нее пересоленый суп или пересоленая каша. Смотрите, что дальше. Я всегда это делаю, очень типичная такая подмена понятий от конкретного случая, такое распространение всегда. Значит, соответственно, я всегда делаю плохо, я всегда все делаю плохо, а дальше следующее подмена понятия я всегда делаю плохо, значит, я плохая. Значит, я плохая, я дура. Значит, мама, он меня дурой назвал. Все, вот мы пришли к такому выводу. Когда вы находитесь на многолюдном вокзале, вы обычно следите за чемоданами, чтобы не утащили. Вот и в рассуждении важно следить за чемоданами, чтобы, переходя от одного утверждения к другому, мы не подменили случайно суть утверждения. Иначе можно далеко уйти. И ты понимаешь, что тебя дурят, но вот как именно обосновать не можешь, потому что основание ушло. Так, и последний фрагмент. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Римлянам 8, 28. Вообще говоря, в богословском плане действительно божьи дела ведут к лучшему, но в контексте этого стиха говорится более конкретно о том, что любящим Бога, избранным по его изволению. Об этом мы с вами говорили в самом-самом начале нашего курса. Опять-таки то, что я пытаюсь вам преподнести, это точность. Точность в изучении Священного Писания. Настолько, насколько это возможно, конечно. Понимаете, когда мы решаем задачу по физике, мы не можем сказать, что получается примерно вот столько-то. В некоторых задачах можем. Но в большинстве случаев примерно не пройдет. Когда мы решаем жизненные задачи, например, задача найти жену себе, найти мужа, семью создать, мы не можем сказать, ты знаешь, я думаю, что скорее всего ты именно та, кто мне нужен, кого я ищу. Скорее всего, именно ты мне послана Богом. Какие-то сомнения у меня есть, но потом со временем они рассеются, поэтому давай попробуем. Если молодой человек девушке такое скажет, она будет совершенно права, ответив, ты знаешь, давай не попробуем. Ты сначала определись. Он говорит, ты знаешь, я тут встречался с Юлей, с Леной, с Таней. Скорее всего, а ты Юля, скорее всего, ты мне нравишься больше них. Подожди, подожди, обоснуй, да, и вообще, ты вообще в этом уверен? Если ты не уверен, ну, может быть, оно не надо. А теперь начинается самое интересное. Пожалуйста, Эльвира, мы возвращаемся с вами к первому вопросу, к вопросу о втором послании Тимофея 16-17. И, Эльвира, обоснуйте. Почему? Мы как бы говорили, что это только в том контексте, в котором писалось это послание, именно к Тимофею. Но ведь мы также разговаривали еще на прошлой неделе о том, что послания в те времена уже имели хождение между церквами. И они, то есть послание Тимофея, это же не первое послание того же апостола Павла. Нет, 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 это одно из последних его посланий. Вот, это одно из последних его посланий. Значит, предыдущие послания, они уже ходили, они уже цитировались, как бы, и они их читали в церквах. Их читали. То есть, где вот это вот разграничение, в который момент, вот это вот точно Павел имел в виду, вот только вот это, а вот с этого момента Мы стали считать и вот это. То есть вот насколько эта грань может быть условна, потому что, может быть, к тому моменту Павел уже относил что-то в своих... Что-то из уже более поздних посланий, не своих, допустим, а... Ну да, на самом деле к тому моменту уже что-то из посланий Петра было. Естественно, в основном послания Павла были написаны. Вот, давайте, чтобы ответить на этот вопрос, или, по крайней мере, чтобы высказать, скажем, иную точку зрения, давайте посмотрим контекст. И откройте, пожалуйста, еще раз это место. И начнем читать несколько раньше. Начнем читать несколько раньше. С 14 стиха. Валерий, пожалуйста. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь... Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа и Иисусе. Значит так, во-первых, он знает Писания из детства. То есть ему эти Писания были даны еще в детстве. Так, а немножко раньше давайте с вами найдем, или сами попробуйте, пожалуйста, найти, что говорится про семью Тимофея, про бабку его и так далее. Какие это стихи, что это за место. Благодарю Богу, которому служу от прародителей с чистой совестью, чтобы непрестанно вспоминаю о тебе молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, дабы мне исполнится радости. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде питала бабки твоей, Лаидии и матери твоей, Евники, уверен, что она и в тебе. Да, значит, вера, которая обитала в бабушке его, в его матери, Павел говорит, уверен, что это вера и в тебе. Значит, вот это начало послания. Теперь, возвращаясь к 13, к 3 главе, он говорит о том, что с детства он знает Священное Писание, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом и ты из детства знаешь Священное Писание. Значит, вот из детства, Тимофей, то есть, скорее всего, от мамы, от бабушки, какие Священные Писания знает? Я предполагаю, что все-таки Ветхий Завет. Потому что тут нам нужно открутить... Второе послание Тимофея, это где-то 60, ну, по минимуму 64-й, по максимуму 66-й годы. То есть, середина 60-х годов. Познакомился Павел с Тимофеем раньше. Тимофей еще был молодым человеком. Сопровождал Павла во втором смесенерском походе. Вы, готовясь к сегодняшнему занятию, это изучали. Значит, Тимофей, получается, года рождения, так, не знаю, 30-го, 32-го, совершенно спокойно он мог быть. В детстве он научен. Нового Завета тогда нет, не было еще. Никаких указаний о том, что его бабушка и мама были христианками, нет. Потому что они были верующими, да, иудаистками. А христианками нет. Значит, от них, получается, Писание. Дальше. Которые могут умудрить тебя во спасение верою во Иисуса Христа. Значит, Писание Нового Завета уже непосредственно говорят об Иисусе Христе. В Писаниях Ветхого Завета об Иисусе тоже говорится, но в более скрытой форме. Они действительно могут умудрить. И, соответственно, Писание упомянуто впервые в 14-15 стихах, а потом подробно в 16 стихе. Все Писание Богодухновенно. В контексте также это отвечает на вопрос, ну вот, а что же делать теперь с Древними Писаниями, когда создаются новые, когда пишется Евангелие, когда пишутся послания. То есть, все-таки, опять-таки, как мне кажется, в первоначальном контексте Тимофей читал именно эти Древние Писания. Хотя, должен сказать вот что по поводу замечания вашего. Идут серьезные богословские споры, в которых люди, знающие Писание больше, чем мы с вами, неизмеримо больше, чем мы с вами, отстаивают самые разнообразные точки зрения. И делают это с огромным удовольствием. Поэтому вполне возможно, что если написать, допустим, научную статью, обосновать Писание в 3 главе 16 стихе в послании Тимофея, это что? Обосновать точку зрения, вполне возможно, что получится какая-то что-то типа полемики. В Далласской семинарии был старый такой профессор, очень уважаемый, Брюс Волки, который великолепно это все символизирует, просто собой символизирует. Это был один из тех старых профессоров, знаете, бывают немножко странненькие, но очень образованные люди. Вот не от мира сего, явно не от мира сего. То есть какие-то, ну, например, он поехал в командировку, полетел в командировку с детьми, проповедовать там в одной церкви, сдал детей в воскресную школу, потом сел в самолет, вернулся домой. Жена спрашивает, а дети где? Он говорит, ой, в воскресной школе забыл. Да, вот, причем это не со зла, это просто он не подумал. Или он шел по семенам, он был блестящим, выдающимся специалистом по Ветхому Завету, но при этом вот таким странным профессором, чудаковатым. Он шел по семинарии, по семинарскому саду, он начинал разговаривать со студентами на лавочке сидящими. Потом говорит, скажите, пожалуйста, ребята, а я шел вот с той стороны или с этой? Они говорят, смотрите, вот вы шли с этой стороны. Он говорит, ага, хорошо, значит, я уже пообедал. Вот. И вот он же был членом одной, скажем так, членом команды по переводу коллектива, переводческого коллектива, который делал один из современных переводов священного писания. Вот. И рассказывают, что, да, они собирались, переводили вместе, обсуждали перевод, и были переводческие проблемы. Вот типа так, а так переводители по-другому. И переводили какой-то из псалмов. А доктор Волки обычно сидел и молчал, ну, пока на него не находило какое-то озарение очередное, да. Значит, и вот переводит псалом, какая-то текстологическая проблема, и весь коллектив переводчиков говорит, ну, вот знаете, наверное, вот так нужно переводить, и мы уверены, что нужно переводить именно так, вот по таким-таким причинам. Встает доктор Волки, говорит, вы знаете, а я думаю, что вы все неправы. Нужно переводить вот так. Ему говорят, обоснуйте. Он действительно выдающийся специалист, знает много языков, много культур, и на протяжении получаса обосновывает. За полчаса все убедились, что он совершенно прав. И именно вот этот второй вариант, который он предложил, делают в качестве основного. А первый вариант выносит за скобки куда-то, говорит, можно переводить и так, но маловероятно. Пришел их всех переубедил. Ну, обсуждают дальше. Следующий псалом, еще псалом. И вдруг, прямо в момент какого-то обсуждения, доктор Волки встает и говорит, я был неправ. Что такое? А вот в том случае, когда я вас всех переубедил, на самом деле я сейчас понимаю, я был неправ. Я такой, почему? Все было так авторитетно, так точно. Он опять встает, начинает полчаса объяснять, почему первая мысль всего коллектива была правильная, а он был неправ, и как он к этому пришел. Ну, и в результате этого они меняют перевод, и все-таки в качестве основного выписывали на этот. Вот. Поэтому то возражение, которое вы выдвинули, оно на самом деле важно. И сформулировать его можно следующим образом. Да, Тимофей получил священное писание от своей бабушки и мамы. Да, скорее всего, мама и бабушка передавали ему писание иудейское, но при этом, но при этом, то есть важно. Тимофей был спутником апостола Павла, соответственно, Тимофей был знаком с Лукой, евангелистом. Тексты апостола Павла и других посланий уже были в церквях, в церквях, причем многие из них, в некоторых из них, в написаниях некоторых из них он сам участвовал. А Евангелие от Луки, скорее всего, существовало, и Тимофей это Евангелие мог видеть, ну, потому что с Лукой был знаком, и эти тексты, как мы с вами говорили, уже довольно рано получали статус священного писания. Значит, вполне возможно, что Павел не разграничивает столь четко уже Ветхий Завет и Новый Завет. И вполне возможно даже, что в 14-15 стихах он имеет в виду Ветхий Завет, когда получили от мамы и бабушки, да? В 16-м же стихе я добавляю слово «все писание», он имеет в виду и Новые Писания также, придавая им соответствующий статус и добавляя слово «все», чтобы показать, что в этот Новый Канон, формирующийся уже Канон Писания, включаются и эти Новые Книги. Вот если вы таким образом свою позицию аргументируете, то, в общем-то, к этому будет смысл прислушаться. Вы будете, правда, при этом в своей позиции отличаться, допустим, от таких богословов, как доктор Файнберг, который приезжал сюда, вот в Курск, от многих других, но, смотрите, вы выставили аргументы, вы не просто сказали, а вот я так чувствую, а вы сказали первое, второе, третье. Значит, отвечая на это, ваш собеседник должен будет ответить на конкретные аргументы. Я очень благодарен Эльвире за то, что она нам показала, как вот такие моменты можно оспаривать. На самом деле, многие вопросы этой контрольной работы можно оспаривать. Не все. Ну, с фарисеями, с саддукеями, очевидно, там не оспаривается. С временами при желании можно оспорить, обратившись к греческому тексту, хотя это будет очень сложно. оспорить. Последний, десятый вопрос. Тоже как посмотреть. Но вот к чему я вас призываю, когда вы с чем-то спорите, когда вы с чем-то не согласны, обязательно приводите аргументы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok